Привет, это игра под названием Вопором Локдаун, мы продолжаем. И остановились мы на том, что открыли литейный цех, поэтому туда мы и отправимся. Здоровья у меня совсем немного, но ничего страшного, я в этом не вижу. Главное играть аккуратнее. Мастерская, литейный цех. Здесь мы, видимо, что-то должны сделать. Нам надо вообще починить вот эту подводную лодку, чтобы отсюда свалить. Погоди, сколько нам до уровня? В принципе, не так уж много. Можно было бы перетерпеть и отхилиться. Так, автоматическое сохранение прошло, секунду. Всё, теперь можно продолжать. Вот здесь нужен ключ. Литейный цех, думаю, если он работает, здесь можно изготовить пропеллер. Угу. У нас как раз-таки вот новая цель. Вот, нам нужно поставить пропеллер на подлодку. А для этого нам нужно его сделать. Но нужно найти две формы и слиток стали. Видимо, мы здесь надолго. Здесь нет энергии. Не активно. Я просто так хожу. Всё осматриваю. Контейнер для материала. Здесь мы, видимо, потом будем всё это разрабатывать. Не активно. И остаётся лишь один проход. Думаю, можно сохраниться. И взять... Вот эту вроде пушку. Да, я просто так давно не играл в эту игру. Уже всё позабыл. Надо не забывать ставить её на паузу. Тогда мы точно всех победим. И останемся чемпионами. На, в лобешник прямо. Гомункул вонючий. А я могу на месте просто ждать? Ой, отхватил, да? По щам своим глупым. Кстати, надо вот этот костюм напялить. Где он? Осполнение энергии 0.8. Чтобы быстрей... Регинить энергию. Надо было, блин, играть за мага. Я не знаю, почему я его не выбрал. Побоялся. Базовый... Патрубок... Создаёт вас... А, вокруг вас лужи кислоты. Давай возьмём. И сохранимся. Но маг здесь имба, блин, как я понял. Слишком сильные. Нужен опять-таки ключ, уже серебряный. Аккумулятор, которыми я не пользуюсь. И какая-то записочка. Подмога в пути. Помню, нас так тряхнуло, что у меня чуть уши не лопнули, а потом яркий белый свет. Проснулся я уже здесь, в лифте. Думаю, мы с Элис направлялись в офис на совещание, а потом что-то стряслось. Но к ней чувствую, спина болит до сумасшествия и море крови. Это моя или Элис? Слышь... Снизу слышны приглушённые стоны. Думаю, это она. Наверное, выпала из лифта в шахту. Столько уже времени прошло, и ни малейшего намёка на подмогу. Но я уже слышу лязг и звуки сварки вдалеке. Наверное, ребята пытаются до нас добраться. Наконец-то. Ага, ребята. Или эти глупые роботы-сварщики. Здесь у нас никаких... Тайных дверей нет. Было бы неплохо отыскать тайную комнату. Там очень достойные награды. Стоп, а это не соединяется? А, нет, это ведёт вообще в другое место. То есть там перегородка. Ясно. Враг. Тихо, стоять. И он сдох. Отлично. О, и новый уровень. Хочу качать мага. Костюм мы этот долбанный заменить не можем. Нас об этом предупреждали. Ну ладно, уже поздно о чём-либо жалеть. Ммм. Где эта фигня? Вот магический, да? Не, не магический. Вот это что такое. Переместитель увеличивает эффективность добычи фумия, который выделяет уничтоженные враги и накопители. Позволяет получить часть нанесённого урона в виде энергии. Кроме того, этот модуль позволяет установить дополнительно ещё одно устройство. При получении урона восстанавливает 8% полученного урона в виде энергии. Потребление фумия плюс 8%. Один слот под устройство. Давай установим. Угу. И вот этот уровень у нас тоже, получается, прокачался. Восполнение энергии. Плюс 1,2 будет. Нормально. Так, ну давай установим, значит, ещё одно устройство, раз есть такая возможность. Морозная мина, голограмма или кислота. 9,8 урона в секунду. А здесь какой? А вот это, кстати, дофига наносит. 40. На врага перед вами. Я и забыл, что я заменил эту штуку. Может, проектор используем? Сколько он жрёт? 75. Вы чё, стебётесь? Мина. Ладно, давай поставим эту штуку. Почему бы и нет? Это оттащить мы не можем. Хочу тайную комнату. Блин, я давно не находил тайные комнаты. В тайных комнатах лежат крутые ништяки. Прям крутые. Вот сюда надо ящик свалить. То есть, которые бафают меня навсегда. Я такое люблю. Подозрительно нас трясёт. Он оглушён. Ах ты, крыса. Не, давай загрузимся. Дальше мы выходим. А до него не достало, да? Да ты крыса! О, всё, он сдох. Ладно, пришлось потерять своё драгоценное здоровье. Ради этого козла. Ах ты, подонок! Стой! Загрузка. Я просто хочу в этот раз играть аккуратнее. А не как раньше. Чтобы получать как можно меньше урона. Ждём, ждём, ждём. А, стой, он сдох. Блин, да осмотри ты этот мешочек. Сегодня я был на самом странном совещании в жизни. На прошлой неделе нам пришли новые образцы на сплавку из лаборатории Лора. Они прямо как дети малые радуются всему, что связано с Фумием. И жду, что мы сделаем из него какой-то легендарный меч и сразим власть, ну или что-то в этом роде. Короче, пустая болтовня. Так вот, я убрал образцы, закончил смену немного пораньше. Нельзя, чтобы дама ждала, правильно же? Синтия, ух. Такие формы ещё поискают. Ну и так вышло, что я оставил коробку с образцами около доменной печи. Не лучшее место для голубой санины, которая стоит как чугунный мост, скажу я вам. Наутро я по привычке, а может с похмелья, начал раздувать пламя, не подумав. Ну и естественно, эта хрень расплавилась. Лора узнала об этом, вызвала меня к себе. Орала как резаная, как будто конец света настанет из-за парочки долбанных пузырьков. Меня так просто не запугать, но, блин, от неё прямо мурашки по телу побежали и волосы на затылке встали торчком. Что-то с ней не так, Дуэн, держись от неё подальше. Так, здесь у нас ничего. Сейчас посмотрим, откуда вышел этот болван. Тупичок получается. Так, боевой предохранитель. Употребить, чтобы навсегда улучшить ваши боевые способности. Вот, вот это я люблю. Вот это классные вещи. Бой плюс один. Как приятно это видеть. Мана вся отрегенилась уже. Так, здорово. Здесь какая-то кнопка. Так. Блин. Я это только потом заметил, эту дырку. Загрузить. Сохранимся здесь. Здесь очень много вот этих внизу отверстий. Вот это что такое? Не совсем понятно мне. А, это телепорты, да? И мы появились здесь. И что это дало? Блин, где мы вышли? Нам надо что? Нам надо вот сюда. Думать еще надо. Но это телепортирует нас в начало. С этим понятно. Вот это не телепортирует вообще никуда. А то телепортирует вот в это место. И непонятно, зачем этот телепорт вообще нужен. Ну, ударилась эта ерунда, и че? Что это дает? Если сюда телепортироваться, что это дает? Ну, вот это никак не проскочить. Вот так я по-любому не успеваю. Ладно, погоди-ка. Я думаю, придется здесь... ...очень долго потеть. Вот это нифига не телепортирует. Вот здесь есть рычаг. Блин, надо медь пока можешь взять. Или ладно. Здесь ни с чем нельзя повзаимодействовать. Долбанный портал. Вот здесь еще рычаг есть. Че он делает? Вот это вот закрывается. А, то есть в перемешку то вот это, то вон та. Блин, погоди. Давай попробуем замедление. Наступаем. Куда я лечу? Вот сюда? А, надо вперед наступить, я понял. Ладно, ждем. Так. 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 Вперед. Это мы сбили. И куда я попадаю? Блин, что-то я не понял. Надо отследить полностью этот маршрут. То есть вот летит вот этот шарик. Но я лечу вот сюда и сбиваю его. Потом я иду сюда. Здесь летит новый. Непонятно куда. Я захожу в эту область. И вот этот может... Это второй, да? Перекрываю. Или стой. Второй перекрываю. Ой, боже, я так запутался. Мы его сбили, надеюсь? Стой, а та ерунда, ты туда летит. А сюда нифига не летит. Сначала... Боже, я туда-сюда прыгаю, что ли? А, то есть я... Сюда же телепортируюсь с помощью этого тупого портала. А это куда ведет? В начало. Стой. Запускаем. И сбиваем его, правильно? А, вот это вторая штука. Я бы успел ее, возможно, сбить. Давай заново. Не, я не успеваю. Еще и сдох. Так, какая-то потная миссия. Нам по-любому нужна платформа здесь. А это ее где делают? Спереди. Какой же пот вообще. То есть мы сюда-сюда идем. Закрываем эту штуку. А потом я не могу быстро перескочить. Что за фигня? Что по итогу делать? Вот это по-любому должно быть так. А вот это только закрывает. Ой, то есть открывает. Что поменялось? А, вот эта штука. Я про нее совсем забыл. Она телепортирует в противоположную сторону. Мне кажется, я немного понял. Так. Бац, 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 бац. Вперед. Сюда. 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 Идем сюда. Теперь нам замедление не нужно. Аллилуйя, блин. Да уж. Лучше бы тайную комнату мне дали. Зачем я сюда приперся? Чтобы этого не читали? Блин, зачем я сюда приперся? Вот сразу бы так и сказали. Ожидание превыше всего. После начального прорыва удивительных исследований и открытий, процесс сильно замедлился. Сейчас прогресс никому не нужен, постоянно мешает бюрократия. В самом начале, когда мы ничего толком не знали, нам разрешили ставить любые эксперименты и никуда не спешить. А теперь, Верховное Бюро должно проверить все наши открытия и одобрить будущие исследования. Каждую мелочь нужно записать, отсортировать и отправить им. Какой там прогресс превыше всего? Тут скорее ожидания превыше всего. Маркус раньше сопротивлялся подобному внешнему контролю, но теперь все уже подчинилось. А, все уже подчинились, словно трусливые щенки. Разве этому нас учило Верховное Бюро? Нет, нас учили быть смелыми и упорными, стремиться к прорывам, постоянно добиваться прогресса, невзирая на любые сложности и риски. Я вижу путь к будущему, и этот путь вымощен прекрасным голубым веществом. Что ж, нужно дать Бюро либо то, чего оно хочет, либо то, что ему действительно нужно. Я выбираю второй вариант и попробую убедить команду прислушаться ко мне. Куда мы попадаем? А, мы попадаем сюда. Ну вот здесь нифига нет. Здесь улучшенная фумивая пушка, расход энергии 55, ржавый ключ и записка стажер. У меня в литейном цехе новый ученик, сегодня прибыл. Горят он то ли сын, то ли племени какой-то большой шишки с островов, но мне плевать. Для меня важен только его опыт, металлургия и грамотное отношение к работе. Обычно такого молодого парня непросто вести в курс дела. Опыт подсказывает, что мне проще самому делать всю работу, а не передавать дела какому-то молокососу, который наверняка все испортит. Младежь нынче ленивая и ненадежная пошла, но так уж и быть, даю ему шанс. Посмотрим, смогу ли я выковать из него мужика. И вот эту новую пушку я бы установил. Все, больше ничего нет, вот это что? Что-то я запутался, стоп. Вот это просто ерунда, да? Это круг, который мы проделали. Вот здесь необходим серебряный ключ. Вот здесь железный ключ. А вот здесь ржавый. Поэтому мы уходим сюда. Идем сюда. Применили ключик. Сохранились. Еще и автоматическое сохранение прошло. А супер. Здесь наверняка должны быть козлы-враги. Да почему ты в сторону-то не отходишь? Тут еще один тупица. Не, это загрузка. Загрузить последнее сохранение. Ясно. Загрузить последнее. Почему это на одну клетку только бьет? Нет энергии. Не, это загрузка. Я просто пока стратегии испытываю. Это этот же козел в меня второй раз пальнул? Угу, я понял. Берем меч. Да. И сейчас мы... ...с одним разобрались. Все отлично, второго ожидаем просто. А я не знаю, сколько у него жизни-то. Не. Не хочу терять просто жизни попросту. Ждем. Здесь такая позиция хорошая. Ну все, зашибись, мы его убили. Берем хилочку. Отключаем эту ерунду, сохраняемся. С этого ничего не выпало. Так, здесь есть проход какой-то. Золотой ключ. И еще есть одно направление, да? Которая ведет... ...непонятно куда. А он поджигает территорию. А он шустрый. Давай. Так-то козлина. И он задел мне. Ну серьезно. Так долго уворачиваться. чтобы получить по щам спасибо за хилку блин нет задвинь обратно этот глупый ящик как-то даже с этим разбираться пока не хочется давай сходим в другую сторону у нас же тут был выбор еще вот это ломается непонятно куда вышли но вот здесь тупик круто это ломать можно но я вроде ударил один разочек да блин легче наверно вот эту пушку здесь или мне надо по-быстрому пробежать погоди непонятно наверное по-быстрому надо пробежать все же поэтому ударяем сохраняем останавливаем и еще мы можем забежать туда к нему что самое главное кирпич винтовка какая-то мощная что делает кнопка вот это можно скинуть туда а я не сохранялся кнопка закрывает вот этот ящик я неправильно поставил я его скинул туда надо было возможно его оттащить вот он стоит здесь мы его тащим а я сюда не мог его тащить а как на центр скидывать не ну просто мне дали до этого кирпич а если кирпич будет уже лежать нифига не дает и ведь не толкнуть туда что делать спрашивается может все же я загружусь зайду сюда пройду вот сюда вот это все заберу и сохранюсь надо как-то скинуть в центр мы скидываем один ящик и все и второй по сути тоже надо скидывать на себя то мы тащить не сможем и нам дали кирпич то есть это будет там это там могу нажать кнопку это убрать но там нужен еще один ящик давай сходим в другую сторону потом надеюсь вернемся ой круто перепутал стороны возможно возможно надо какой-то ящик туда дотащить а возможно этот ящик стоит скинуть сюда а сюда я не могу его засунуть вот с этим никак не повзаимодействует ладно вот этот мы по-любому двигаем вот этот можно было бы задвинуть туда сюда мы не можем а если мы подвинем этот туда то какой толк будет ну давай вот тебя мы например уберем а нельзя и тебя нельзя и тебя нельзя я весь в ящиках ну тебя мы например двигаем сюда тебя мы двигаем сюда я перекрою сейчас себе дорогу видимо чё делаю вообще вот же блин ладно стой может загрузиться и начать заново они только не отсюда в общем я бегал занимался ерундой прибежал опять в это место и что я обнаружил долбанная кнопка блин секрет то есть я пропустил целую кучу секретов до наверняка ведь я их пропустил так обидно потому что там ведь долбанные бафы улучшение модификатора критического урона употребить чтобы навсегда увеличить ваш модификатор критического урона и какая-то перчатка максимальная цельность больше бой 1 точность 1 давай во первых это используем вторых перчатки заменим вот это надо еще как-то вырубить а еще я был там где газ возможно там также все это работало мощность ремонта плюс пять процентов так отстойно ладно теперь надо вернуться возможно еще где-то пропустил секрет я просто туда-сюда бегал откуда я сейчас пришел вот отсюда сверху я ведь долго бежал но я хотел вернуться вроде бы сюда да да я хотел сюда вернуться вот эта дверь и вот это странное место какой-то таймер ящики надо сохраниться прежде всего вот это чё такое закрыли а зашибись то есть этот таймер чтобы открыть вот это реально а если мы это остановим а потом я вернусь а тогда придется заново запускать ладно давай попробуем с ящиками здесь поработать блин блин ой чё ты сделал дуралей на сначала перекрыть потом тащить ящик вот мы его тащим сюда потом обходим сюда ну давай попробуем здесь два ящика вообще ай чей дает как я отсюда выйду потому потому как мне надо назад значит один ящик возможно вот сюда надо скинуть в эту дырку так закрываем тащим ящик мы куда тащим ящик вот или лучше свалить отсюда и пойти порешать другие загадки ну ну по-любому надо вот эту вот дырку перекрыть блин надо подумать вот мы задвигаем да так просто я не подвину ээээм стоп сохраняемся отличные тайминги теперь остается все зашибись да зашибись какой мне сейчас оружие стоит меч хорошо или не очень это мы открыли дверь а это куда так миллион ящиков я надеюсь их не придется двигать блин стоп это похоже на сражение зачем здесь бочки надо сходить тогда к другим целям и разобраться с ними а то это не дело где это у нас было здесь ключ сейчас мы были вот здесь да вот это мы решили вот там загадка осталось просто пришлось ненадолго отойти и типа я уже все забыл тупой да вот здесь два места с которым мы не разобрались например мы двигаем ящик сюда отсюда мы двигаем сюда я вот так не пробовал что это дает я надеюсь я не сохранился вот это будет постоянно на кнопке это нам нифига не дает не это глупо ладно идем сюда но с тем надо тоже разобраться то есть вот мы двигаем ящик сюда сюда а и вот проход во первых стойкость плюс один навсегда а это как дополнительная штука получается что лежит такие дроны принес я значит сегодня мастерскую сварочное оборудование как будто дронов им для сварки мало такими темпами им скоро будет больше их скоро будет больше чем нас иногда мне от них не по себе как они двигаются как принимают решение у этих железяк вообще все дома уверен у старика ранг ральфа все схвачено но когда я смотрю с какой точностью они работают жутковато становится подвинуть не могу давай сохранимся я что-то здесь открыл да а я вот это открыл окей нам надо освободить по сути вот этот ящик так я могу вот этот блин вот этот я подвину сюда я никуда не смогу двигаться вот этот я уже не подвину могу подвинуть вот этот а потом вот этот потом вот этот вот этот ой нормальный проход о зашибись что нам это дает в общем склад нужно чем то это пробить а почему ты ударить не хочешь нет тоже нет чем то это пробить потом мы вот так пройдем откроем вот эту дверь да я еще не разобрался вот с этим блин и толку надо было это разгадывать надо было заходить но здесь вообще непонятно то есть я скидываю вот этот ящик дальше я могу или вот этот скинуть и двигать вот этот или скинуть этот и двигать этот но суть в том что ничего не меняется вот этот надо как-то сюда притянуть блин да куда ты круто то есть остальное не меняется мне надо как-то сюда а к себе я никак не мог притянуть а вот это никак не закрыть здесь нет тайных дверей каких нибудь не лучше загрузиться да и не ходить туда какое-то время куда я там должен был пойти потому что там непонятно вот с этим мы разобрались стой вот проход сохраняемся но сейчас кто-то нападет потому что там бочки стоят я готов что за фигня ну теперь то ты почувствуешь себя настоящим подопытным кроликом бегущим со всех ног под пристальным наблюдением прямо как ты когда ты наблюдал за мной помнишь здесь проходы нет а а враги а это все бочки взрывоопасные так так он сдох а он суицидник какой-то или я его так сильно огрел ну как ты задел ты меня лох ну как ты задел ты меня лох ну и мухана и эта козлина в меня попала ладно сейчас все будет вот это вообще надо потом выкинуть вот это я забыл использовать разделитель наносит урон в секторе ну вот урон 45 например 30 не ну 45 меня устраивает и куда ты пальнул дурак но они воу ты глупый человек там дырка оказывается нормально вот этого мы можем загасить мечом меч новобранца мы не у стены вот это очень плохо я не знаю на какую кнопку время запускать запускать ну лучше не рисковать все нормально он сдох я даже в бочки не стрелял да выйди о здесь есть сундучок форма для пропеллера часть 1 изношенный молот и сон до сих пор не понимаю что это за звуки но вчера мне приснился странный сон все было как настоящее как будто иная реальность а я как будто вне собственного тела грохот моря и какофония гулких звуков поначалу отвратительное но потом успокаивающее очень успокаивающее я падала сквозь тысячи водоворотов приближаясь к чему-то звук затих точнее превратился в восхитительный хор самое гармоничное пение что я слышал в своей жизни и вдруг оно прервалось я почувствовал нечто темное злобное и голодное оно следило за мной а потом посреди всего этого появилось появился силуэт женщины закрытый вуалью из фумиевых преде ни слова ни звука затем что-то потянуло меня назад и я проснулась фонограф уже давно затих ладно первая часть а проход здесь есть или мне придется переться сейчас назад а можно какой-нибудь ага ключ все ради прогресса лора всегда отличалась фанатичностью всегда шла навстречу преградам чтобы выполнить задачу но с тех пор как ее муж директор райк приказал приостановить все проекты для срочной документации и официальной проверки она будто взбесилась и это уже не та знакомая фанатичность это нечто иное нечто как будто злодейское люди не хотят перечить указанием сверху на ее странная аура как будто подавляет всех вокруг и никто не может ей противостоять так что мы просто продолжаем у нас уже было два несчастных случая пришлось звать врачей лори стоит слегка замедлиться и уделить внимание технике безопасности но я все равно доверяю мне кажется верховное бюро в итоге оценит усилия которые мы прилагаем чтобы двигаться вперед в конце концов наше сообщество готово на все ради прогресса мы уходим так мы же взяли золотой ключ а вот эти два квадратика что у нас хочу сходить их открыть а то потом они меня начнут путать где эта пушка блин здесь или нет тайных дверей или я их не нахожу потому что секретных комнат здесь много по крайней мере если верить достижениям их 33 вот это почему закрыто я не туда пошел да то есть 3 а я нашел вроде 4 следовательно я уже пропустил очень много комнат очень много секретов здесь какой ключ золотой блин не та дверь или та там рычаг а вот это почему закрыто что за приколдеса стой мы вставили ключ да и я не могу при этом пройти потому что вонючий рычаг вон там то есть мне надо эту ерунду решить в любом случае здесь что-нибудь поменялось ну круто нет эх жаль нельзя прыгать это непонятно то есть вот мы раскидываем в любом случае вот эти два блока по этим двум дыркам в любом случае мы их закрываем вот эта вот кнопка непонятно что делает я сейчас увидел она закрыла что если мы откроем перетащим сюда ящик и откроем не что-то не то а а я могу бросаться вещами все он как далеко бросил да что ты делаешь пожалуйста успокойся отсюда что ли надо кидать дверь не закрылась проход открылся это было очень странно полный провал харлен кто-то стучится это ужас какой-то будь моя воля придушил бы собственными руками я человек спокойный но от этого заносчивого щенка у меня кровь в жилах закипает я работаю по системе у всего есть место и предназначение есть рабочие процессы есть правила а он все спутал ничего не могу найти слишком я стар для бардака который он тут устроил а опыт какой еще опыт выучил пару бесполезных формул из учебников мне это не нужно по учебнику фумиевых а фумиевый поршень или обшивку для баука не соберешь тут нужен пытливый ум и новые идеи а не этот дебил попрошу отправить кого-нибудь на замену терпеть не могу когда он под ногами крутится никаких кнопок нет нет точно туда мы подойти не можем здесь ничего давай сохранимся и мы попадаем в эту зону выбор Харлана Харлан стайк от одного имени воротит мне с многими дилетантами и неумехами приходилось иметь дело но этот парень что-то новое ходячее воплощение наглости толком не работает только лыбится и глазеет такого подхода к работе я в принципе не терплю и уже тем более когда речь заходит о ком-то кто мнит себя гением а еще он считает себя очарователем фу, тупой урод его дядя Дантен был внушительным человеком вот парень не возомнил будто ему все позволено как вообще можно быть таким тупицей Дантен тут никому не указ все решения принимаю я то что Харлан устроил в кузничном цеху было последней каплей блин секунду я поставлю его перед выбором либо пусть идет в добровольце на испытания телепорта либо проведет остаток службы на станции добывая фумий говорят довольно опасная и далеко не престижная работа что же скажет твой дядя бедняжка Харлан ты ведь племянник высокопоставленного члена верховного бюро на тебя возлагают большие надежды тебе светят награды и повышения а в итоге сплошное разочарование вместо того чтобы ввести общество к светлому будущему он всего лишь занимался грязным трудом догадываюсь что он выберет открываем этот проход открываем эту дверь здесь у нас что ничего блин как находить эти долбаные секретные двери задолбало я могу найти только что-то элементарное да уж красота еле держится и вот обшивка вроде в порядке может получится ее снять погоди здесь же много ключей нужно было где-то вот здесь ключ железный нужен вот здесь серебряный вот здесь как-то дверь разломать можно ладно во первых неактивный рычаг потому что нет энергии да ну нафига ты это делаешь во вторых неактивная кнопка вот это я не могу сломать нужно чем-то пробить то есть я могу здесь что-то найти чем это пробивается и потом вернуться сюда и пробить эту стену долбаную правильно у нас пока остается только один вот этот проход ну что ты делаешь блин болван ты меня так напугал а зашибись а сколько мне до уровня блин немного вообще он меня слепил козел новый уровень зашибись ждем ждем и сейчас надо отсюда вырваться на 37 вот этот сдох ждем вот этих кстати это лужа топовая не знаю чего я ей не пользовался не позволяем зажать себя блин не позволяем зажать себя блин все он сдох зашибись ремкомплект берем с остальных ничего не выпало ну как так то а надо что-то прокачать и я качнул бы свою любимую ветку но не могу нужен восьмой уровень мне седьмой а вот это что дает притягивает энергию которую выделяют уничтоженные роботы и организмы восполняя ваши запасы ладно что я там еще качал вот это во первых на каждом уровне повышает точность и уклонение а вот это с каждым рангом скорость перезарядки устройств повышается устройство ну вот это же устройство да это устройство поэтому почему бы не качнуть и все и жить в кайф никаких секретных комнат да о железный ключ только добровольцы ни в коем случае вот что я изначально сказал об испытаниях телепортации на людях все были со мной согласны по крайней мере мне так казалось в лоре появились последователи которых она убедила что рисковать человеческими жизнями это нормально уважаемые ученые специалисты лучшие из лучших и все они согласились на подобное безумие чего же все так быстро поменялось я что один живу насколько это ненормально вижу а может это и правда единственный верный путь к прогрессу когда все вокруг говорят что ты не прав а тебе не у кого спросить совет и сложно отличить добро от зла думаю я разрешу испытаний но только на добровольцах и точка так вот здесь что техника плюс один фумиевая проводка мы разобрали распределительные коробки в мастерских и подключили их к второстепенной системе на электростанции теперь если опять выбьют пробки на этажах свет не отключится мы с Виктором прошлись по всей проводке и хоть убей так и не смогли найти причину проблемы хотя есть одна идея раз уж мы мешаем фумий со сталью для автоматонов почему бы не использовать похожий материал для проводки что получится думаю фумий в трубопроводе будет отлично сочетаться с такой проводкой возможно все проблемы исчезнут только кому вообще есть дело до идей какой-то мелкой сошки из-за дела техобслуживания иногда мне кажется что меня слушает только один Виктор автоматическое сохранение вышли мы сюда железный ключ идет вот сюда давай дойдем давай прогуляемся никто нападать не будет на нас никакие уроды открываем сохраняемся и на этом можно закончить а вот продолжать дальше будем уже в следующий раз поэтому пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok